Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. Сегодня у меня для вас новость. Мы начали выкапывать школку, и в сегодняшнем ролике я отвечу на все ваши вопросы по поводу наших саженцев. Первое – сроки. Школку мы только начали выкапывать, и это не так быстро, как вам бы хотелось. К концу месяца, это 30-31 октября, мы планируем все завершить, и после этого начинаем раздачу саженцев, начинаем рассылку в порядке очереди. Поэтому сейчас большая просьба набраться терпения и просто быть на связи. Как только у нас все будет готово, мы с вами свяжемся. Следующий вопрос – какие саженцы и какого возраста мы продаем? Все саженцы у нас из школки с открытой корневой системой, саженцы годовалые, посаженные в школку этой весной. Спрашивают, а есть ли у вас двухлетки? Для начала, вот смотрите, это саженцы в школке, а вот это двухлетки. Вообще, для понимания, двухлетки – это то, что не продалось в прошлом сезоне, то, что было слабое, то, что было некондиционное. В любом ином случае, хранить саженец еще год, что-то с ним делать, ну, это абсолютно бессмысленно и нерентабельно. Следующий вопрос – а не поздно ли еще сажать? А почему еще сажать должно быть поздно? Высаживать саженцы винограда в спящем состоянии можно до того момента, пока не замерзнет земля. Не замерзнет земля. Если пройдет мелкий приморозок и сверху еще чуть-чуть будет корочка, это не считается. Многие виноградари вообще зимой даже высаживают под снег. Эти саженцы прекрасно перезимовывают и прекрасно себя чувствуют. Не успевайте по каким-то причинам. Вам уже не хочется ездить на свои участки. Саженцы прекрасно можно сохранить до весны, об этом чуть позже. Следующий вопрос – саженцы с открытой корневой, а не подсохнет ли она, ну и так далее. Нет, не подсохнет. Мы выкапываем все посортно. После этого саженцы сортируем и тут же помещаем в пакет с влажными опилками. Как упаковываем, сейчас вам покажу. Все саженцы упаковываются во влажные опилки. Нигде они не валяются, не подсыхают. Сразу с пакетов с опилками поступают на упаковку. Для самовывозов упаковывается только нижняя часть, только корневая. Почта упаковывается и верхняя часть. Тоже, чтобы не было лишней потери влаги во время транспортировки, не было подсыхания. В таком виде саженец приезжает по почте. Как сохранить саженец до весны, если нет возможности посадить? В подвалы, погреба, даже холодильник. Температура до плюс 10. Желательно переупаковать. Вот этих влажных опилок месяца на 2 точно хватит. Потому что растение сейчас влагу не потребляет. И нам надо просто защитить корни от внешнего воздействия. Но желательно все же переупаковать. Слегка влажная земля, слегка влажный песок. Слегка влажная. То есть, еще раз повторяю, растение сейчас влагу не потребляет. Влажно просто закрыть корни от внешнего воздействия. В принципе, даже если мы бы в пакетик положили, чуть влажненьких этого было бы достаточно. Но есть возможность, еще раз, влажный песочек, влажная земля. Корешки запаковали. Вверх распаковываем, и он остается открыт. Если вы кладете в холодильник. То же самое. Желательно переупаковать. Нет возможности, не хотите. Просто наблюдайте. Но оно же даже через пленку видно. Подсохли опилки или нет? Если мы храним в холодильнике, да и в принципе везде. Даже если вы в подвал решите поставить в таком виде, все равно верхнюю часть распаковываем. Также все это можно хранить в прикопе. Про прикопы я рассказывала, еще раз расскажу. Примерно на 20-30 сантиметров глубины копаем ямку. Саженцы полностью распаковываем. Снимаем абсолютно всю упаковку. Ямку складываем. Сверху засыпаем. И сверху еще землю можно накрыть чем угодно. Там компост, листья, солома, сено. Все, что у вас есть. Только пометьте место, где вы закопали, чтобы весной вы легко это могли откопать. Опять же, пока вы ждете, боитесь, что замерзнет земля. Сейчас это место. На него сверху положили сено, солому, опилки. Все, что угодно, чтобы там земля не промерзла. Саженцы приехали. Вы это отодвинули. Ямку выкопали. Саженцы положили. Так что подсохнуть к корням у наших саженцев просто нету никакой возможности. Следующий вопрос. А можно мне оставить побольше вверх? А можно мне оставить побольше низ? Нет. Все саженцы обрезаются стандартно. Примерно одинаковый вверх, примерно одинаковый вниз. 15-20 сантиметров. Все. Вот это стандарт. Самый удобный для транспортировки. Самый удобный для хранения. И самый удобный в дальнейшем для посадки. Также напоминаю, что вам на следующий год достаточно 2-4 почек, не более. Зачем вам 70-80 и так далее сантиметров прироста. Следующий вопрос. А можно ли к вам приехать? Можно ли у вас тут посмотреть? Можно ли у вас выбрать? Выбираем все онлайн. Есть сайт, есть описание, есть видеоролики с характеристиками сортов. Все это можно посмотреть. Если вам нужна помощь и консультация, пожалуйста, пишем в Вайбер. Как говорится, чем можем, тем поможем. Здесь, ну, как говорится, что вы будете выбирать. Если мы с каждым будем ходить и что-то выбирать, то мы будем идти саженцы, выкапывать и раздавать до второго пришествия. Сейчас у нас активная работа. Вот наша задача быстро выкопать, быстро вам раздать. Как только это заканчивается, следом начинается обрезка. Сразу вопрос по черенкам. Черенки будут? Да, черенки будут. Но после обрезки пока планируем вторая половина ноября. Но как мы успеем? Это уже другой вопрос. У нас два человека. Один из них в декрете, а второй работает. Понимаете, да? Следующий вопрос. А какие гарантии? Гарантии чего? Гарантии сортности. Смотрите, мы все выращиваем сами. Мы вот это все делаем сами. Мы выкапываем сами. Мы проводим тщательную маркировку. Причем маркировка проводится пока они еще там. И каждый саженец уже изначально имеет бирочку, чтобы максимально исключить пересорт. Опять же, у нас нет наемных работников. Мы все делаем сами. И тщательно за всем следим. Конечно, человеческий фактор где-то может сработать. Но вероятность его не просто минимально, а очень минимально. Вместе с тем, если что-то вдруг у кого-то произойдет, у кого-то что-то вырастет не то, обращаемся, все вопросы будут решаемы. Касательно приживаемости, я вам уже показала, какие саженцы мы вам отдаем. То есть мы вам отдаем живые саженцы в отличном, прекрасном состоянии. И шансов умереть у них минимально. Хотя, конечно, если постараться, то можно сделать все. Тем не менее, еще раз повторяю, что опять же, мы тщательно следим за качеством саженцев. Мы тщательно следим за тем, чтобы они себя хорошо чувствовали, чтобы они нигде не подсыхали, не валялись и так далее. Поэтому вы получаете от нас хороший и качественный материал. Но, конечно, кое-что и зависит от вас. Там и посадка, и место, наличие хрущей в почве, ну и так далее, и так далее. Это все-таки живое растение. Следующий вопрос – фото саженцев. Значит, смотрите, какие саженцы растут. Я вам показала. Вот это уже саженцы выкопаны. У всех нормально вызревшая лоза, у всех нормальная корневая. Если мы будем вот такие вот саженцы фотографировать, да, и каждому отправлять, то мы примерно до второго пришествия все это будем раздавать. То есть, еще раз подчеркиваю, мы работаем на себя, да, мы работаем на свое доброе имя. И наша задача – отдать вам хорошие, красивые саженцы. И только в случае возникновения каких-то вопросов, например, вот здесь саженец не очень хорошо вызрел, да, он тоненький побег. Хотя вот здесь несколько вызревших почек есть, их будет достаточно. Но, тем не менее, уже такой саженец, да, мы сфотографируем, вам отправим и спросим. Хотите вы такой брать? То есть, вас устраивает, ну, либо он вам не подходит. Или вот еще пример, обращаю ваше внимание, саженец зеленый. То есть, в школке у нас мороза не было, ничего тут не повредилось, да, но саженец зеленый. Такой саженец мы обязательно сфотографируем, вам отправим, чтобы вы приняли решение, нужен он вам или нет. На самом деле, многие виноградари знают, что с таким делать, но здесь уже, как говорится, все по согласованию. То есть, еще раз, мы отправляем фото саженцев, только если у нас у самих есть вопросы к их состоянию и к их качеству. Также вы должны знать, что у разных сортов, у разных саженцев будет разный размер, в том числе и лозы. Столовая крупноплодная сорта, как правило, у них лоза довольно толстая, у технических сортов она будет тоненькая. Вот инкрочиуманзони, вот лоза тонкая, тем не менее, она прекрасно вызрела, и это отличные саженцы. Даже вот плодоносили. Следующий вопрос, у вас саженцы привитые или на своих корнях? Все наши саженцы на своих корнях, если привитые, то об этом написано в каталоге, и об этом мы вам говорим. Но некоторые люди путают вот это вот место отхождения молодого побега, да, и нормальное расхождение вот этой верхней коры, которая, в принципе, уже не нужна, с прививкой. В прошлом сезоне несколько раз мы говорили, ой, мы же хотели саженцы на своих корнях. Вот, вот это саженец на своих корнях, это не прививка. Вот, еще на одном саженце покажу. Это просто нормальный рост побега, вот он в этом году был зелененьким. И поскольку он рос активно, и вот этот вот черенок тоже рос активно, то и получилось здесь такое, как бы, маленькое расхождение коры. Это нормально, вот эта кора наслушивается, и все. А вот так выглядит прививка. Вот расщеп был, да, и вот сюда клин вставился. То есть это заметно. Я вам уже показала, что саженцы у нас хранятся в пакетах со влажными опилками. Пока что на улице плюсовые температуры, когда придут минуса, значит, все это опустится в подвал. И в течение всей зимы, всей весны, пока они есть в наличии, мы все это отдаем и раздаем. Единственное, что почту не отправляем, если уже там какие-то совсем сильные морозы в районе минус 20. А так, если морозы небольшие, если нужно, мы еще делаем дополнительную упаковку с пупырчатой пленкой, и саженцы эти прекрасно доезжают. Нет таких длинных перегонов, чтобы они ехали в мороз. В любом случае, это закрытое помещение. Все сортировочные пункты – это тоже закрытое помещение, где работают люди, машины, механизмы, там в любом случае плюсовые температуры. Поэтому саженцам замерзнуть некогда. И шансов у них на это нет. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Сейчас я вас очень-очень прошу набраться терпения. Ну, в общем-то, быть на связи. Как только у нас все будет готово, мы с вами свяжемся. Но если кто-то еще раздумывает, заказывать, либо не заказывать, под роликом ссылка на каталог наших сортов винограда. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч!